Мигель де Сервантеса Аведра Это одна из цитат великого Дон Кихота. Книга написана очень интересным языком и написана о тех давних временах, и вообще она о чем? Она была пародия на рыцарские романы. Но пародии не получилось. Получилось великолепное издание, получилась великолепная книга, которая популярна и имеет актуальность и сегодня, в наше время. Каждая цитата из этой книги, хотя она написана в 1500-х годах, представляете, только что закончилась Испанская Инквизиция, и она актуальна сейчас. Очень много было споров. А вообще Сервантес описал умалишенного юродивого или философа. И потом делается вывод. Много было исследований. Анимели юродивые. Человек с открытой душой, с открытым сердцем, он что хотел сделать? Он хотел преобразовать мир. Он хотел сделать мир лучше. Он хотел посвятить свои подвиги, естественно, как и всякий рыцарь, великой деве, которая будет окрылять его своим нахождением, что он все подвиги посвящал своей синьоре. Синьоре. Он его назвал Дульсинея Табоская. На самом деле Альдонса Лоренцо, но Дульсинея Табоская. Он был, как мы слышали, Идальго. Кто такие Идальго? Это бывшие рыцари. В прошлом когда-то великие рыцари, которые сделали реконкисту в Испании, то есть освобождение этого испанского полуострова от мавров. Они дальше шли открывать новый свет. А это были, их звали Идальго, то есть такие странствующие рыцари. Но со временем их значение упало. И, собственно говоря, Идальго это стало, ну, как, ну, такое нарицательное. Что-то очень старенькое, древнее. Ведь самому Дон Кихоту на тот период времени было уже 50 лет. Это был сухопарый старичок, немножко своеобразный в своем понимании. Но ведь подвиги, которые он делал, казалось бы, для себя, мы их сейчас можем рассматривать с другой точки зрения. Понимаете, война с ветряными мельницами. Самый знаменитый, да, эпизод. Вот книгу могут не читать, но, о, битва с ветряными мельницами, это мы знаем. Что это такое? Это когда он увидел ветряную мельницу, помчал с нее, и это огромный великан машет своим там мечом. А что на самом деле-то? Да маленький человек, маленький, пытается бороться с государственной системой. Это же была гиморная книга, да? Мы не будем это забывать, что это, во-первых, комедия того времени. И каждый раз после всякого его подвига его били. То есть он упал с этой ветряной мельницы, разбился очень сильно, Санчо Панц его выхаживал. Когда он встретил стражников, идущих разбойников в тюрьму, он приказал их освободить, даже выкупил их. За это разбойники его побили, собственно говоря. А сейчас таких примеров нет, мы освобождаем разбойников, и они опять, где, и они опять делают такие плохие вещи, и достаются тому же, кто их освободил. Все события, которые происходили, они интересны сейчас. Но если мы возьмем книжку и почитаем ее на самом деле, мы углубимся в мудрость веков. То есть такая вот, сейчас я процитирую еще одну цитату. Каждый человек кузнец своего счастья. Мы это знаем, цитату мы знаем вечно. Откуда она? Сервантес, Дон Кихот, Ломанческий. Ну, на самом деле, книга трагическая, конечно. Она интересная в любой момент времени. Советую ее почитать. Вот у меня в руках книга. Уникальная книга. Это подарили ее моему папе в 1959 году. То есть старинная книга достаточно. Вот я ее периодически прочитываю. Почитайте эту книгу. Эта книга о нас самих. Мигель Сервантес. Дон Кихот. Мигель Сервантес.